Совсем недавно, пару лет назад, Россия увидела переработанную десятку под новым названием Priora. Было множество критики, но модель автоваза прочно заняла свое место на российском рынке. Сейчас Priora можно увидеть практически на каждой дороге. Но крупнейший российский автопроизводитель решил не останавливаться на достигнутом. Публике представлена модернизированная Lada Priora 2. 5, 4, 3, 2, 1! Компания Чебоксары Lada одну из первых предоставила этот автомобиль жителям республики. Каждый желающий смог не только своими руками потрогать Priora, но и провести тест-драйв. Машина понравилась, совсем другая уже. Много изменений, дополнительные опции. Да, хороший автомобиль будет. Да, 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 я планирую покупку этого автомобиля. Автомобиль, получив глубокий рестайлинг, стал привлекательнее, динамичнее и комфортнее. Внешние изменения налицо. Другой кузов, передние и задние бамперы, ходовые огни и решетка радиатора. Заметно преобразился и салон Priora. Сегодня автомобиль презентирует себя как автомобиль с высоким уровнем комфорта, безопасности, с более солидным внешним видом автомобиля. Как раз и что легло в основу создания обновленной Priora, именно это улучшение визуального восприятия автомобиля. Автомобиль теперь оснащается новым силовым агрегатом, 127 мл, который оснащался на второй версии «Колины». Улучшена разгонная динамика автомобиля и повышенная эластичность двигателя, что дает дополнительный комфорт при езде. Автопроизводитель, сделав глубокий рейстайлинг, позаботился о многом. Во-первых, цена автомобиля после переработки ничуть не изменилась. К тому же в салоне появились дополнительные подушки безопасности, вмонтированные в конструкцию передних сидений. Сами сидения тоже стали другими. Я, допустим, здесь вижу эту машину. Более современная отделка, более привлекательная даже для покупателей. Более модная, наверное, для молодежи. Очень даже здоровая, я бы сказала. Допустим, мой уже устаревший вариант, хотя и 2013 года. Но сидя здесь, я хотела бы такую машину. В топовом исполнении Lada Priora получит систему стабилизации ESP, мультимедийную развлекательную систему с поддержкой USB и Bluetooth, встроенный навигатор GLONASS и GPS, а также круиз-контроль в качестве опции. Чуть позднее для Priora станет доступен предпусковой подогреватель. Цена топовой версии Priora новой модификации начинается с 441 300 рублей за седан и с 446 100 рублей за хэтчбэк. Впрочем, АвтоВАЗ планирует до конца этого года выпустить 25 тысяч обновленных Priora и 4 варианта кузовного исполнения. Продажи уже стартовали.